Как здорово, что мы здесь. Аркаша поднимает руку. Так здорово, да, что мы здесь. Это так радостно всегда. Мы так рады видеть друг друга. Давайте помолимся. Отец наш Небесный, благодарим Тебя, славим Тебя, Иисус. Благодарим Тебя, что мы здесь, Господи, в присутствии Твоем, Иисус. Слава Тебе. Мы молимся, помажь это время, сейчас. Устрани всякое отвлечение, Иисус Христос, и мы отдаем это время Тебе, Господи. И помажь это вступление, Господи. Приготовь наши сердца ко всему служению, Господи. Благослови, пасырное слово, Иисус Христос, и нас на восприятие, Господи. Во имя Твое мы молимся и просим. Аминь. Аминь. Давайте откроем Матфея, 18 главу. Иван Геок, Матфея, 18 глава. Матфея, 18 глава. С 23 по 26 стих. «Поэтому Царство Небесное подобно Царю, который захотел произвести расчет с рабами своими. Когда начал он производить расчет, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 тысяч талантов. А как бы он не имел чем заплатить, то Государь его приказал продать его, жену его, детей и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тут пал и кланясь ему, говорил, Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу. Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил его». Замечательный отрывок. И сначала я расскажу свидетельства, а потом мы немного поговорим о прощении. Буквально вчера я поговорил с одним парнем. Так получилось, что мы вместе пошли в метро, и нам до метро надо было идти где-то полтора километра. Я сначала отлетел на автобусе, он говорит, да, он здесь рядом совсем пешком, километра полтора. И мы пошли, я говорю, хорошо, пошли. И мы познакомились с ним, зовут его Максим. Зовут его Максим, идем. У меня нет ни браслетов, ни трактатов, о чем спрашивают друг друга. И немного погодя, я все же начал этот разговор. Я говорю, ну, надо поговорить о чем-то радостном. Он говорит, о чем? Я говорю, ну, хорошо, давай я тебе расскажу радостную весть. И он такой сразу, Евангелие, что ли? Евангелие, что ли? И он оказался верующим. Он тоже верующим. Он был открыт, открыт на разговор, улыбчивый такой. И я говорю, ну, тогда у нас еще минут 10 в пути. Я говорю, о чем же мы с ним поговорим тогда? И мы начали разговаривать. Я говорю, а как вот ты думаешь насчет спасения? Можно ли его потерять? Я говорю, он говорит, ну, конечно, можно, говорит. Ну, конечно, можно. И он говорит, нужно пороться после того, как принял Христа. Я говорю, хорошо. Хорошо. И мы долго с ним разговаривали. И он цитировал тоже стихи, и я цитировал. И в конце концов мы уже практически дошли до метро, до метро Киевское. И я уже в конце не знал, что сказать. И я сказал ему, вот представь, ты же согласен, что Христос простил тебя абсолютно все грехи. И прошлое, и настоящее, и будущее. Он говорит, да, я абсолютно с этим согласен. Тогда ты, ну, нету ничего, за что бы ты смог потерять спасение. И он говорит, логично, логично. И я сказал ему, здорово бы тебе обучиться в библейском колледже. И он говорит, ты меня приглашаешь или агитируешь? Я говорю, я тебя приглашаю, это для тебя. Чтобы не было беспокойства, да. Чтобы не было беспокойства. Невозможно жить верующему, думая, что он когда-то может потерять спасение. Потому что, ну, невозможно это. Это постоянная паника. И он говорит, до тебя у меня не было никакой паники. До тебя у меня не было никакой паники. Нет, нет, нет. Я говорю, здорово. Я назвал ему нашу церковь. Великая благодать. Не может быть, он напишет письмо. И в конце концов мы закончили этой вещью, что мы абсолютно прощены. Полностью, раз и навсегда. И вот эта история тоже. Тут мы видим, что царь, возвратившись, Он видит, что этому рабу нечем абсолютно заплатить за этот огромный долг. И буквально недавно была эта проповедь, что трудно даже перевести это количество золота в доллар. Трудно представить эту сумму. Неисчислимая сумма. Но Он что делает? Он прощает его. Он милует его. Он прощает ему абсолютно все эти грехи. И то же самое совершил с нами Отец. Он простил абсолютно все наши грехи. Все неисчислимые. И наши, и всего мира этого. Помиловал нас на основании не наших дел, а на основании своей милости и благодати и завершенной работы на кресте. Мы видим, что это абсолютно невозможно для естественного человека. Позже этот человек идет и встречает другого своего знакомого, который не может ему вернуть мизерную сумму в отношении этих миллионов долларов, как было сказано. И мы видим, что для естественного человека, какая бы сумма ни была, он не может простить ни мелочь, ни что-то большее, как мы видим здесь. Это просто невозможно. Но мы видим, как Бог абсолютно прощает все, и это его удивительное слово. Мы видим в 21 стихе. Давайте прочитаем с вами об этом говорит Петр. Когда Петр приступил к нему и сказал, «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня, до семи ли раз?» Иисус говорит ему, «Не говорю тебе до семи раз, но до семи ж, до семидесяти раз». Это тоже неисчислимое число. Говорит о том числе, которое невозможно сосчитать. И Господь, мы видим здесь, что мы сами не можем простить, какой бы это грех ни был. Для естественного человека. И дальше мы видим, что этот человек попадает в темницу из-за того, что он не может простить другого. И мы можем сказать, «Господь избавил нас от заточения, непрощения наших собственных грехов». Это первое. Господь абсолютно избавил нас. Мы свободны от этого. И мы всякий раз, когда какая-либо проекция пытается заточить нас в темницу, Дух Святой свидетельствует эту радостную весть, не паническую весть, не беспокойную весть. Он говорит, «Ты свободен, ты можешь выйти сейчас из темницы, потому что ты прощен. И также ты можешь выйти из темницы, потому что Господь тебе может дать эту удивительную способность Духом Святым простить другого человека. И как это происходит? Это происходит Словом Божьим, когда я соглашаюсь, и сердце мое радуется. Оно радуется вместе с верующими, оно радуется, это удивительные вести, и не останавливается радоваться, а продолжает что? Продолжает говорить об этом. Продолжает слышать об этом, и продолжает говорить об этом удивительном прощении Господа Иисуса Христа. Аминь. Отец наш Небесный, благодарна Тебе, Господь, за Твое присутствие здесь. Ты обещал, Господи, посещать нас, и верно делаешь это, Господь Иисус Христос. Спасибо Тебе. Все это нечеловеческое действие, но Дух Господень наполняет наши сердца. Спасибо, Иисус. Благодарю Тебя за все служение, говорит, Игрейс по всему миру. Спасибо Тебе за каждую церковь, за каждого пастора. Спасибо Тебе за мужей Божьих. Спасибо Тебе за миссионеров. Спасибо Тебе за положенные жизни. Спасибо Тебе за друзей, Господь, которых Ты даровал нам по всему миру, Господь Иисус. Спасибо Тебе за то, что мы все вокруг Твоего креста, и Слово совершилось. Спасибо Тебе, Господь Иисус. За конференции. Спасибо за общение. Спасибо за покров мудрости. Спасибо за пастора Шалера, пастора Шепелия, пастора Лава, пастора Мати, пастора Громова. Спасибо, Господь. Продолжай вести нас в благодать и поверье. Насаждай церкви, обучай учеников. Спасибо, Иисус. Ты соверши. Любим Тебя, славим Тебя. Благослови нас сегодня и посетим нас во имя Иисуса Христа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Давайте мы с вами откроем Ефесянам четвертую главу. Так, Ефесянам четвертая глава. Замечательное вступление. Мне понравилось. Как там до этого времени? Не беспокоился. У меня не было беспокоиться. А как тебя встретил, так сразу беспокоился. Интересно, один раз мы поехали на миссию в один город. Ну и утром рано, часть кого-то в десять. Ну не рано, часть кого-то в десять. Рано и кого-то на рассвете. Да. На рассвете. Приходим, приходим в месяц взять для шашлычка в один магазин. Ну, как правило, нас такая, ну, несколько человек заходили. У-у-у, сразу шумно так стало. Вот. И одна дама там, эй, мы спросили, какое мясо хорошее, свежее и так далее. Ну, конечно, зашел разговор о спасении. И тут, значит, мы, значит, сказали, что это она грешница. И что ад – это реальные вещи. И что жизнь – это серьезная вещь. И что тебе нужен спаситель. Знаешь, что она сказала? Она сказала, знаете, так хорошо утро начиналось. Пока вас не встретим Так хорошо утро начиналось Вы слишком много знаете Лучше молчите А мы говорим Если мы замолчим, то что? Камни Мясо заговорим Мясо заговорим Камни заговорим Если мы замолчим, мы не можем замолчать Очень интересно Итак, ожидайте этого Что мы с вами можем говорить вещи Которые через люди говорят Ой, как здорово, я жил без этого А теперь Проблема появилась Теперь я встретился Лицом к лицу В серьезном решении Аминь Итак, а как возле лапы готовы? Апостол Апостол Павел Второй Коринфянам Двенадцатая глава Рассказывал Что однажды Господь восхитил его на небеса В теле или вне тела, не знаю Говорит апостол Павел Но слышал там неизреченные слова Которых человеку нельзя пересказать Знаете, что это означает? Это означает, что наш человеческий язык слишком беден Чтобы рассказать все богатства Царства Божьего Аминь Мы здесь, я имею ввиду Мы здесь Трудно подобрать слова Да Одним словом Касайтесь словом Да И я сегодня думал Как же облечь мысли в слова? Молитесь за меня Хорошо? Итак Посланники Фессианам Четвертая глава Но перед этим Я хотел бы сказать о следующем Господь Решил Что в нашей жизни Будут вещи Только в одном экземпляре Их будет достаточно Еще раз Только по одному Их будет достаточно Например, у меня одна мама И ее достаточно Не нужно десять мам Нужно сколько? Одна Господь говорит У тебя будет один отец И это будет для тебя Достаточно А можно, Господи, ишь Пять Нет Будет один Потому что Я решил Что в твоей жизни Будут определенные вещи Которые будут в единичном экземпляре Я даю тебе одну жену Аминь И ее для тебя Достаточно Человек мог бы сказать А я больше хочу Поговори с Иаковом Поговори с Соломоном Поговори с теми У которых было много жен Они тебе в один голос Скажут Одна что? Достаточно Аллилуйя Одной жены Для мужа Достаточно И одного мужа Для жены Что? Достаточно Вы знаете Этот мир говорит по-другому Тебе что-то не хватает Тебе нужно больше жен Тебе нужно больше мужей А Господь говорит Я дал тебе одного мужа И он достаточен для тебя Когда я с тобой Наполняю тебя Духом Господнем И тебе, муж Одной жены Достаточно И мы говорим Аминь Господи Мне нравится Это В 20 главе Книги Ивангелия Матфея Работники Получили По одному Динарию Как те Которые пришли С самого утра Те Которые пришли Посередине дня И те Которые пришли Самыми Последними Они все Получили По одному Динарию А почему не больше Потому что Одного Динария Достаточно Аминь Потому что Для нас Один Бог И Отец Давайте мы прочитаем Глава 4 Третий стих Стараясь Сохранить Единство Духа В союзе Мира Одно Тело Один Дух Как вы Призваны К одной Надежде Вашего Звания Сколько Тел Христа Одно Тело Сколько Один Дух Одна Надежда Дальше Один Господь Достаточно Ли нам Одного Бога Аминь Нам Достаточно Одного Бога А другие Говорят Нет Нам Нужно Много Богов Один Для Этого Другой Для Этого Третий Для Этого Четвертый Для Этого Много Богов А мы Говорим А нам Достаточно Одного Бога Потому что Господь Он даровал нам Себя, Он даровал нам одно тело, один дух, одну надежду, один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех. Аллилуйя! У нас есть с вами одна жертва. Достаточно ли для нас одной жертвы? Достаточно одной жертвы. Мы все находим там. У нас с вами одна Библия. Достаточно ли этой книги для нас? Достаточно. Мы все находим там. Потому что есть некоторые вещи, о которых Господь сказал, что у тебя это будет в единственном экземпляре. И это от меня. И это полнота. Потому что достаточно ли нам Сына Божьего Иисуса Христа? Аминь. Библия говорит, ибо в нем сокрыты все сокровища благодати. Аллилуйя! Ибо в нем мы имеем полноту. Ибо в нем мы имеем все. В одной личности, в Иисусе Христе. Не надо нам много мам. Одной достаточно. Не надо нам много мужей и жен. Одному достаточно. Не надо нам много Евангелий. Апостол Павел говорит в послании к Галатам, 1 глава 6 и 6 по 8 стих, что я удивляюсь, как вы, услышав Евангелие благодати, обратились совсем к другому Евангелию. Слушайте, меня, говорит апостол Павел, если даже мы еще раз придем, или ангел снегба придет, и будет говорить вам другое Евангелие, которое мы вам не говорили, да будет проклят. Почему? Потому что одного Евангелия благодати, что? Достаточно для нас. Одной жертвы достаточно. Одного слова совершилось. Достаточно. Аллилуйя! Аллилуйя! Одного царства достаточно. Одного отца нам достаточно. Одной церкви нам что? Достаточно. Аллилуйя! Мы с вами не гастролеры по церквям. Сегодня здесь, завтра, там, потом еще где-нибудь. Мы с вами говорим, Господи, Ты дал мне мою церковь, и я здесь в моей церкви. И этой церкви для меня что? По местной церкви. Достаточно. Здесь я получаю питание. И здесь я вижу любовь Иисуса Христа. Аминь. Мы видим здесь любовь Иисуса Христа. И эта любовь Агапеев, и ее тоже достаточно. И так, это первый принцип. И сегодня будет два принципа. Второй. Давайте мы откроем книгу Исход, 16 глава. Книга Исход, 16 глава. Здесь описывается чудо, которое Господь сотворил в пустыне для израильского народа. Это чудо Манна. Кто знает, как переводится Манна? Что это? Что это? Евреи увидели, что утром рано появилось круповидное такое вещество, и они сказали, что это? Это и есть Манна. Аминь. Что это? Давайте мы с вами прочитаем. 16 глава, 13 стих. Вечером налетели перепелы и покрыли стан. И так это относится к мясу. А поутру лежала роса около стана. Роса поднялась, и вот на поверхности пустыни нечто мелкое, круповидное. Мелкое, как ини на земле. И увидели сыны Израилевы и говорили друг другу, что это? Итак, это и есть Манна. Ибо не знали, что это. И Моисей сказал им, это хлеб, который Господь дал вам в пищу. Еще раз, давайте повторим. Это хлеб, который Господь дал вам в пищу. Кто дал? Господь. Чей-то хлеб? Ангельский хлеб. А в другом месте говорится. Это хлеб, который Господь дал вам в пищу. 16 стих. Вот что повелел Господь. Собирайте каждый по стольку, сколько ему съесть. По гамору на человека, по числу душ, сколько в шатре. Собирайте. И сделали так сыны Израилевы и собрали, кто много, кто мало. И мерили гамором. И у того, кто собрал много, не было лишнего. И у того, кто мало, не было недостатка. Каждый собрал, сколько ему есть. И сказал Моисей, Моисей, никто не оставляй этого до утра. Но не послушались они Моисея и оставили от всего некоторые до утра. И завелись черви, и оно воссмердело. И разгневался на них Моисей. Итак, первое, что касается манны, оно будет каждое утро. Аминь. Оно будет каждое утро. Кто не успел, тот опоздал. А? Поздно. Поздно. Итак, манна будет каждое утро. И каждое утро будет свежее. А второе, что нельзя оставлять от манны на следующий день. То есть, нельзя складировать, запасать. Нельзя складировать, запасать. Я помню, не знаю, как в вашем доме, но у нас постоянно был мешок гречки. Мешок, это я имею в виду в советские времена. Мешок риса. И постоянно этот рис перебирали, знаете, да? И там еще меньше его становилось. А это обратно перебрали, еще меньше его становилось. Потом у нас меньше мешка картошки в подвале тоже не было. И, знаете, один юморист наш советский, он рассказывал одну вещь. Вернее, юморист такая была. Ну, встречается наш человек Советского Союза с жителем западных стран. Ну, и он спрашивает его, «Ты почему не запасаешь?» Он говорит, «А зачем? Ну, а как зачем?» Вот он, например, приехал ко мне в гости и сказал, «Хочу гречки. Я тебя целый год буду кормить гречкой, не выходя из дома». Ты почему не запасаешь? В книге «Бытие» в 41 главе мы с вами видим, как Иосиф встает перед фараона. 41 глава. «Итак, сон приснился фараону Иосифа и сталковал его. Грядет семь лет изобилия, и после них семь лет засухи и бесплодия». 32 стих. «А что сон повторился фараону дважды, это значит, что это истина, Слово Божие, и что вскоре Бог исполнит это. И ныне да усмотрит фараон мужа разумного и мудрого, и да поставит его над землей египетскую, да повелит фараон поставить над землей надзирателей и собирать в семь лет изобилия пятую часть земли египетской. «Пусть они берут всякий хлеб этих наступающих хороших годов и соберут в города хлеб под видение фараонов пищу, и пусть берегут, и будет эта пища в запас для земли на семь лет голода, которые будут в земле египетской, дабы земля не погибла от голода. Это понравилось фараону и всем слугам его». Итак, предложение было такое, пусть пятую часть собирает, набьют амбары, как положено, и этот хлеб будет обеспечением для тех семи лет голода, который грядет. Итак, есть вещи, которые можно запасать. «Вы со мной? Картошка, гречка, гречка, рис можно запасать. Есть вещи, которые можно запасать, и они не пропадают. Но Господь, когда дает манну с небес, Он говорит, смотрите, мой народ, эту манну запасать нельзя, эту манну складировать нельзя, потому что она воссмердит, она испортится. И вы не можете наесться в воскресенье на всю неделю. Вам обязательно нужно выходить каждое утро. Вы со мной? Вы внимательны? Итак, два здесь под принципа. Это второй принцип, это еще два под принципа. Итак, первое то, что вы не можете складировать ее у себя, потому что вам нужно на каждый день, и вы не можете наесться в один день на всю неделю или на месяц. Вы знаете, у крокодила есть очень хорошая особенность, что он проглотил кого-то, и три месяца он что? В магазин не ходит. Почему? Да, он лежит в городе самое, и энергии никакой не тратит. Только глазами туда-сюда. Бог дал Израилю манну. Кто дал? Бог дал. И он говорит, послушайте внимательно, я даю вам пищу, вы не можете наесться ее на неделю, и вы не можете хранить ее у себя. Кто-то хотел бы наесться на неделю, например, Аркаша приехал бы к Надежде Семеновне, надеялся на неделю, и все, аминь, да? Или мы тоже, или у нас горячую воду отключили. Вы знаете, нельзя вот так вот, чтобы раз согрел воскресенье, и она была до следующей субботы горячей, нельзя, что нужно постоянно ее подогревать. Вы знаете, когда мы с вами смотрим на нашу духовную жизнь, как верующих в Иисуса Христа, мы видим следующее, что для нас было приготовлено удивительные вещи в единственном экземпляре, и мы достаточны и довольны в этом. Аминь. И также мы видим с вами, что мы не можем запасать впрок духовные вещи, они нужны нам как? На каждый день. Нельзя один раз в неделю прийти сюда и набить себе духовное брюхо. Словом Божьим на всю неделю не получится. Вы со мной? Не получится. Почему? Да потому что Слово Божье нужно как? На каждый день. Невозможно наесться в воскресенье и протянуть до следующего воскресенья. Слово Божье нужно на каждый день. Иначе что будет? Иначе наш духовный человек будет очень сильно страдать. Говорит, да когда же меня покормят, наконец? Книга Исаии, 55-я глава. Книга Исаии, 55-я глава. Извините, 50-я глава. Четвертый стих. Говорит Иисус. Знаете, меня так трогают эти стихи. Он был Богом всемогущим и в то же время был смиренным человеком. Аминь. Знаете, что смирение – это велико, это невероятная прибыль для нас, невероятный дар для нас. Когда я соглашаюсь с Богом и говорю, хорошо, Господи, я не буду выходить. Хорошо, дальше. Итак, четвертый стих. Иисус говорит, Господь Бог дал мне язык мудрых. Кто дал? Кто дает язык мудрых? Кто? Бог. Аминь. Кто дал нам с вами язык мудрых? Господь Бог. Знаете, может быть, для кого-то это будет сюрпризом. У нас есть язык мудрых. Аминь. Скажите «Аминь» со мной. Аминь. У меня есть язык мудрых. Потому что я питаюсь каждый день. Давайте дальше. Господь Бог дал мне язык мудрых, чтобы я мог словом подкреплять изнемогающего. Давайте вместе скажем. Чтобы я мог словом подкреплять изнемогающего. Слушайте внимательно. Або Иисусе сказано, что он трости надломленные не переломит. И что он льна курящего не угасит. У него есть язык мудрых. Что же делает этот язык мудрых? Что же делает этот язык, который был дан вам? Что он делает? И мне так также. Чтобы мы с вами словом могли подкреплять изнемогающего. Может ли моя жена быть изнемогающей? Может или нет? Может ли она бороться с чем-то в своем сердце? Или быть опечальной? Может или нет? Какой у меня язык Бог мне дал? Скажите мне. Язык мудрого человека, чтобы подкреплять тех, которые находятся, которые изнемогают. Может ли муж изнемогать по какой-то причине? Может или нет? Что у жены есть для мужа? Что? Мудрый язык, а не глупый язык. Потому что глупая жена разрушит свой дом. И Господь говорит, я не дал вам глупый язык. Глупый язык это глупый язык Адама. А я дал вам мудрый язык. И вы этим мудрым языком будьте теми людьми, которые что подкрепляют братьев и сестер, подкрепляют ближнего своего, подкрепляют детей своих, подкрепляют жены мужей своих. Аминь. Подкрепляют того человека, который вот-вот упадет без силы. Не давит на него, почему ты это сделал? Или ты принял несколько неправильных решений в своей жизни? Нет. Это так делали друзья Иова. Они давили на Иова. Еще раз давили. Еще раз давили. Почему? Потому что их язык был не того духа. И не мудрый язык. А что? Язык мудрого всегда. Что? Подкрепляет изнемогающего. И говорит, у тебя есть один Бог, и его достаточно. У тебя есть один Спаситель, и его достаточно. У тебя есть одна жертва, и его достаточно. У тебя есть один крест, и его достаточно. У тебя есть одна Библия, и ее достаточно. У тебя есть один муж, и его достаточно. У тебя есть одна жена, и его достаточно. Подкрепляйте друг друга. Аминь. Подкрепляйте. Потому что дьявол это тот, который ослабляет руки строящих. Четвертая глава книги. Не имея, говорит, Господи, да не сотрется из Твоей памяти грех санавалата тех людей, которые ослабляли руки строящих. Аминь. Мы с вами не те люди, у которых глупый язык, мы с вами исполняемся Духом Святым и что? Подкрепляем изнемогающего. Аллилуйя. Подкрепляем. Потому что мы все с вами можем стать изнемогающими. Кто подкрепит меня? Иисус говорит, я дал моему Сыну язык мудрых. А если я дал язык мудрых моему Сыну, я дал язык мудрых телу Христа, чтобы я мог словом подкреплять изнемогающего. Каждое утро. Сколько? Каждое утро. Сколько? Вы со мной? Каждое утро он пробуждает, пробуждает ухо мое, чтобы я слушал подобно учащимся. Сколько раз в неделю? Каждое утро. Сколько мама падала, я имею ввиду, сколько можно было собирать только на один день? И только с утра. Нельзя было наесться на неделю и нельзя было хранить у себя. Почему? Потому что она всегда должна быть свежая. Запомните, слушайте внимательно, что мы с вами принимаем Слово на каждый день. Аминь. И мы с вами не можем наесться в воскресенье до следующего воскресенья. Невозможно. Принимайте Слово на каждый день и слушайте подобно учащимся. Тогда у вас появится что? Язык мудрых. И тогда вы начнете ободрять и подкреплять того человека, который находится с вами рядом. Почему? Да потому что вы подкреплены и вы ободрены Словом Божьим. Аминь. Есть такая притча. Притча 11 глава 28 стих. Там говорится, что тот, который таит хлеб, того клянет народ. А тот, который продает, на голове того, что? Благословение. Знаете, что это значит? Мы не можем накапливать у себя в наши склады Слово Божие. Мы должны отдавать его. Иначе оно запахнет плохо. Вы со мной? Мы не можем с вами, принимая любовь от Отца, складывать ее в наших кладовках. Нет, она станет дурно пахнуть. И это уже будет не любовь. Мы с вами не можем, приняв благодать от Отца и от Господа Иисуса Христа, складывать в кладовых. Потому что невозможно. Мы с вами не те, которые накапливают у себя Слово, Любовь, Милость, Прощение. Мы с вами те, которые что? Получили даром. И что? Даром. Дарайте. Иначе оно пропадет. Слово пропадет. Любовь пропадет. Притча 3 глава. Там говорится. Давайте выскажем. Притча 3 глава. Притча 3 глава. 28 стих. Не говори другу твоему, пойди и приди опять. И завтра я дам. Когда ты имеешь при себе, когда? Сегодня. У меня Слово Божие на каждый день. Господь открывает ухо мое. И я слушаю подобно учащимся. Мне невозможно. Вы знаете, такая картина. Что муж может сказать своей жене. Я люблю тебя, я люблю тебя, например, в один день. Я люблю тебя, люблю, 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 люблю. Он не может сказать в один день на весь год. Аминь. И со мной он не может. Почему? Да потому что. Он как раз так, моя дорогая, сейчас все на самом. Вот тебе обеспечение на весь год. Я тебя люблю, моя дорогая. Я тебя люблю, люблю. Я тебя люблю очень хорошо. Я тебя люблю, 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 люблю. Все. Мое служение для тебя кончилось. Вы знаете, там не будет взаимоотношений, потому что это попахивает, как чем, тухлыми вещами. Аминь. Если, Господь говорит, если вы оставите у себя, будете запасать, как гречку, или как рис, или как картошку, благодать, и милость, и прощение, оно у вас что? Оно у вас исчезнет. Оно у вас испортится. Там появится запах не тот. Принимайте изобилие благодати и давайте. Аминь. Принимайте Слово Божие. У вас будет язык мудрых. И подкрепляйте тех людей, которые вокруг вас находятся. Принимайте любовь. Как на неделю. Я в воскресенье пришел. Господи, нет, мне нужно. Я открываю глаза вам в понедельник. Я говорю, Господи, ты любишь меня? Господь говорит, я люблю тебя. Я боросясь с твоей женой и говорю, Господи, и я люблю. Ах, нет, Господи. Моя жена. И я тебя люблю. Почему? Да потому что я принял любовь от Бога. Аминь. Как мы с вами можем служить друг другу, если мы храним для себя любовь, милость, благодать, прощение? Как мы можем? Оно будет дурно пахнуть. Даром получили. Сразу же отдавайте. Сразу же отдавайте. Сразу же отдавайте. Не храните для себя. Не будьте тупиками благодати. Ни вы, ни я, ни те, которые слушают нас и смотрят по видео. Аллилуйя. Почему? Потому что Христа для нас одного достаточно. Аминь. Библии для нас достаточно. Царства достаточно. Духа Святого одного достаточно. Жены достаточно. Мужа достаточно. Церкви достаточно. И мы с вами говорим. Я доволен. Я благочестив. Я принимаю от Тебя, Господи, на каждый день. И каждый день хочу свежее. Аминь. Хочу свежее Слово. Свежую манну. И не буду складировать у себя. Потому что она протухнет у меня в моих складах. А буду отдавать. Отдавать. Отдавать тем, которые находятся рядом со мною. А они будут принимать и что? И тоже отдавать. И отдавать. И отдавать. Иосиф говорит. Набейте все кладовые зерно. Мы будем питаться этим семь лет. А Господь говорит. Наберите на сегодняшний день. Это пища для вас. И это ободрение для других. Не храните ее у себя в кладовых. Делитесь ей. Потому что у вас никогда не будет мало. Аминь. У вас никогда не будет мало. Вы не обеднеете. Потому что я Бог ваш. Но если вы будете хранить его. И от этих вещей в своих кладовых. Оно начнет пахнуть нехорошо в вашей жизни. И тогда мне приходится вычищать. Мы говорим. Нет, нет, Господи. Каждое утро. В десять. Каждое утро. Пробуждай меня. Аминь. Пробуждай. Открывай. Ухо мое. И чтобы я принимал от тебя. Подобно учащемуся. И тогда у меня появится язык мудрых. А этим языком мудрых я могу ободрить себя. Могу ободрить свою семью. Могу ободрить верующих. Могу ободрить церковь. Могу ободрить людей на работе. Почему? Потому что я спитаюсь свежей пищей. На каждый день. Духовной пищей, которая поднимает меня. И все мое окружение во имя Иисуса Христа. Аминь. Отец наш Небесный, благодарим тебя. За одно Евангелие. За одно Царство. За единого Бога. За одну жертво. За одну маму Господь. За одну жену. За одну Церковь. Спасибо, Господь. За один Динарий. Слава Тебе. Мы не работали, не трудились вообще. И Ты нам дал благодать. Слава Тебе. Благослови, Господи, нас. Открывать каждое утро ухо Твое. Или днем, или вечером. И слушать подобно учащимся. И тогда у нас появится язык мудрых. И мы можем, сможем подкреплять своих близких, своих детей, мужей и жен, братьев и сестер. Спасибо, Господь. Сатана хочет ослабить, а мы будем подкреплять. Мир хочет ослабить, а мы будем подкреплять. Наша плоть хочет ослабить, а мы будем подкреплять. И Церковь Твоя идет, Господи, в радости и благодати. Спасибо Тебе, Иисус. Слава Тебе. Если не слушающих это слово, есть неверующие, не знающие Иисуса Христа, мы говорим вам сегодня, что для вас есть один Бог. И для вас есть один Спаситель. Это Иисус Христос. Вам не нужно много богов. Вам не нужно много Спасителей. Он один, единственный путь и истина, и жизнь. Придите к Нему. Он достаточен для вас. И успокойтесь в Нем. Он примет вас. И в Нем вы обнаружите всю полноту вашей жизни. Обратитесь к Нему. В этой тихой молитве. В своем сердце. И скажите, Господь Иисус Христос, верю в Тебя, Спасителя моего. Верю в Твой крест и в Твою жертву, в Твою смерть и воскресенье. Прошу Тебя, спаси меня. Води в мою жизнь, в мое сердце. Успокой меня, наполни меня. Исцели меня. И питай меня свежей пищей с небес. И во имя Твое, мой Бог и Спаситель, Иисус Христос, я молюсь и прошу. Аминь, аминь.